Всем привет! Я Евгений Замятин. Дорогие друзья, уважаемые подписчики и новые зрители! Сейчас видео будет о том, как на природе нам сварить шурпу. Дело в том, что у нас рыбалка дело очень кухонное, кулинарное. И для того, чтобы разнообразить себе какие-то... Ну, пищу, что ли, была разная. Ну, не то, чтобы, знаете, тушенку открыл, гречку сварил, поел. Это все однообразно и не очень вкусно. Сегодня мы с вами готовим шурпу, настоящую шурпу. Более того, не просто шурпу, а такую, как мой брат Евгений Алексеевич утверждает, что такой шурпы вы не едали пока. Итак, сейчас мы подойдем к Жене, к брату моему, и он расскажет, что, за чем будет следовать. А вы, друзья мои, внимательно следите и берите на вооружение. Пусть это даже будет готовая инструкция для применения, то есть как сварить шурпу. Итак, Евгений, прошу. Готово. Готово ешь. Ну, это же сырое, мы же не думали. Ну, конечно, в холодную воду. Вот, во-первых, расскажи, что это за агрегат у тебя? Это у нас очаг. Это казан или очаг, вот как правильно? Это у нас очаг. Так. Именно этот казан. Под казан, да? Под казан. Итак, друзья, это очаг. Вот моя овчарка лезет к очагу, чтобы обжечься, наверное. Ну, сделан для того, чтобы, так скажем, не мусорить. Да. То есть это в любом месте можно, да, такой очаг установить? Хоть где. Ты это отдельно заказать? От казан. Расскажи, из каких ингредиентов готовится, чтобы люди это знали. Итак, берем мясо и воду. Да, я уже понял, что это будет очаг, казан, мясо и вода, да? Мясо, лук, морковка, картошка, болгарский перец, сладкий салатный лук, специи. Специи у нас будет кинза, а корешки кинзы тоже будут. Джамбул тоже у нас будет, я его нашел. Джамбул это трава такая, да? Это трава, которая растет в Узбекистане. Ну и вот это фиолетовое, я не помню, базилик. Базилик. Да. Ну а остальное уже дело, как смешивать это все дело, да? Надо сначала прогреть воду до кипения. Так, а мясо уже сразу бросил? И мы потом, конечно, мясо в холодную воду. И вот как только у нас вода прогреется до кипения, мы убавим до самого максимума, минимума, убавим огонь. До минимума? Да, сделаем так, чтобы чуть-чуть булькало. Жек, а горит огонь, это огонь горит вот... И крышку мы потом уже закрывать не будем. Ну это мы увидим, я надеюсь. Друзья мои, ну а огонь-то из чего? Дрова, это уголь, что там? Это дрова, никаких углей. А если бы была газовая такая установка, ей тоже в принципе можно, да? Можно. Лишь бы дал жар, да? Даже дома на кухне. Ну на природе лучше, да? Да. Гениально. Ну что, друзья, сейчас Женя нам все рассказал, что за чем следует. Я еще вам написал, ну для того, чтобы типа рецепта было, да? Посмотрим, приготовим и, между прочим, я даже вам на вкус скажу, как это получится. Ну все, дело осталось за малым, приготовить. Пользуюсь случаем, ну все, разнообразие не все, но будет разнообразие. Не только шурпа будет, не только. Вот сначала мы мангальчик разводим. Я же потом не буду этим заниматься. На мангальчике будет, ну смотрите, если у вас нет казана, нет там воды и прочих вот этих, вы будете взять рыбу и вот так вот рыбу солить, перчить и на решетке жарить. Кроме рыбы будет еще что-то. А для рыбы, кстати, ничего не надо, да, Женя, особо? Да, соли, перец. Соль и перец. Слыхали? Соль и перец. Соль и перец и рыба. И решетка. И будет объедение. Вот кто голодный, вы лучше перекусите что-нибудь там, или чаек с бутербродом съешьте и дальше смотрите. Да ладно! Чужека, рыба готова? Рыба готова. Не, ну не готова еще в том плане, что кушать можно. В следующий раз, говорю. Соль, перец и все, да? Я не люблю шутку. Ну что, вот смотрим. А, теперь шурпа. Ну там огня-то прям будь здоров. Нет, сейчас мы его убирать будем. Сейчас мы начнем. Откроем вообще, подожди, откроем. Ну подождем, подождем. Минут через 10 вообще крышки не будет. Она нам не нужна. Лайфхак, да? Чтобы руки вытирать. Вот оно что. Вот оно что. Ну больше всего мне вот это нравится. Природа. А что это такое? Это семена кориандра. Жень, это мелко порезать заранее. То есть сыпать сюда и... Кориандра? Да. О, просто. Ну-ка я. Ароматно. У меня есть просто досочка, я не знаю, чего не пользуюсь. Кстати, досочка, друзья, вещь очень полезная. Надо брать с собой. Дым, а ты че? Ты, наверное, обалдеваешь тут уже от запахов и дымов. Он когда за мной пошел, я спешла домой. Как кто тебе разъезжал палки туда ложит? Я как-то маленький мой. Он прям обижал за мной, сел и ждет меня там, как я собирала все это. Да, да, хорошо. Так что это мой ребеночек. Да, 4 месяца нашему ребеночку. Где он там? А, где у нас ребеночек? А, два. Что? Раздолье. Что-то нашел, облизывается. Да, Дум? Тоже ждешь всяких мят. Откровенно признаться, я знаю о том, что будет кашеваривание такое. Я особо много-то и не брал еды для Дума, для щенка. А че брать? Так, че там у тебя прилипло? Ну, скоро будет 10 тысяч. А пока чуть-чуть поменьше. Ну, к этому стремимся. Кстати, друзья, я почему сказал про 10 тысяч подписчиков? Кстати, может, это даже и весьма-весьма уместный вопрос. Когда вы пишете комментарии, я все комментарии читаю и на все отвечаю. И из этих комментариев, когда достигает определенной цели у меня, допустим, канал, ну, по подписчикам очень удобно. Сейчас очередная цель 10 тысяч подписчиков. И также имейте в виду, оставляйте комментарии. Допустим, делитесь эмоциями или еще там своими впечатлениями, там, какие-то добрыми советами. Здесь, в этой программе, например, о том, как еще что можно, какое блюдо приготовить на природе, чтобы было недолго и особо не заморочно и очень вкусно. Трое из тех, кто напишет классный, какой-нибудь крутой, эмоциональный комментарий, полезный, получат от меня ценные призы. Вот такое дело. Это касается только подписчиков и новых зрителей моего канала, кто посмотрел и подписался. Итак, шурпа. Кадр шурпа. Мне бы надо куда-то сливать это все. То есть надо, Жень, вот это вот, это же мясо, да, я понимаю, так ты убираешь от навара, да? Это коагулированный белок. Да, вот такие слова. Такие слова. Ну, его надо убирать, да? Пенку надо убрать, да. Мы же хотим, чтобы у нас был прозрачный бульон. Сейчас вот она у нас потихоньку начнет кипеть, и мы туда бросим корешки кинзы. Корешки кинзы. Корешки кинзы. И что они сделают? Дадут аромат. И если хотите, я, в принципе, могу уже сейчас сделать вот так, чтобы, в принципе, нам не помешать. Лук, друзья, не чистим, да? Ты прям в шелухе, да, туда лук. Да, да, вот так. Вот так. Дум залез под стол, потому что там, видимо, самое такое крутое местечко. Так, так. Надо пару полезков, наверное, будет. Итак, друзья, мы возвращаемся на кулинарную страничку на природе, потому что очередная стадия приготовления пищи происходит. Смотрите. Только что мы видели, у нас мангал был с огнем, а теперь очень быстрое блюдо, как говорит Дима, мой племянник Дмитрий. Говорит, что очень быстрое блюдо. Вот видите, замаринованная курочка, решетка. Да, здесь медленный суп, а здесь быстрое блюдо. А, здесь, впрочем, кстати, очень интересно замаринованное. Да? Там апельсиновый сок, мед, аджика и соевый соус. И в разных пропорциях, и плюс еще приправы. И вот это, да? А, ну, ничего себе. После этого будут крылья замаринованные медом, и каждые пять минут они будут обмазываться, поливаться медом, пока полностью не приготовятся. Сыхали, друзья мои? Вот так вот порой крылышки можно готовить. По-разному. Иногда вот так. И получается у нас румяная вкуснятина. Да, единственное, она будет только сухая, но это, блин, курица, она всегда сухая. Ну, соус есть, да, белый сухой? Ну, да. На крайнях там майонез. То есть, все, что нужно посочнее, у нас вот здесь. Вот здесь сочнее. А это шурпа варится. Вот какая шурпа. Друзья, мяса видели сколько? Это же просто праздничная шурпа. Мяса очень много. Я даже думаю, что и Думу, это мясо немножко достанется. А я ему сразу скажу, я говорю, ты собак кормить там едешь, что ли? Завтра мы домой. Не пойдем в школу. Вот она, красавица. Чем мы будем продавать этим? Администрацию? Администрацию будем продавать, да? Задешево. Как склова. А что, знаешь, пап, у меня это базилик. Ты его типа в конце? Нет, почему в конце? Нет. Уже надо? Мы базилик. Это на что вообще? Ну ты ж выру? Да, да. Мы сначала сюда бросим сейчас лук, потом бросим морковку, потом мы бросим болгарский перец, ну специи немножечко добавим, и потом мы бросим базилик. Остальную травку мы бросим потом. Шурпу пока не снимаем. Итак, логическое завершение. Ну такой у нас промежуточный финиш такой, ну такие промежуточные будут финиши. Итак, первое блюдо готово. Это вот жареные такие крылышки куриные в медовом соусе. Это все вот на столе. Дорогие друзья, зрители, приятного аппетита. Спешим порадоваться вместе с вами обжираловкой. Шурпа. Итак, мы дошли, Жень, до какой стадии? Ну вот лук-то мы выбросили. Лук? Сейчас мы... Корешки кинзы. Корешки кинзы мы сейчас тоже... А, то есть мы кинули туда лук. Вот видели, да? В шелухе. В шелухе, да. И корешки, да, вот так сделали. Вот нам очень нравится на этом наблюдать, да? Вот так, вот так, вот так. То есть лук дал свои, что надо, да, в шурпе. Вот эту можно брать? И все. Он почистил. Ау. Это тарелки. Нет, ну, тарелки, которые нам понадобятся. Для чего? Для еды. Для еды. Ну вот для курицы хотела. А, всем тарелки разложить? Ну надо одноразовую. Мясо нарезали порционно. Уже нарезали? А, успели, ладно, друзья. Итак, мясо нарезали порционно. Видите, порцаечки какие. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. В поварешку, да, не входит? Нормальные порции. Большому куску рот радуется. Так, сейчас мы закислим. Закислим. Это что делаем, значит, помидоры? Закислим помидоры. Мы будем закислять. Ой, итак, процесс закисления. Я приехала, купила, пока запустила. Ай, я сейчас встаю-то. Ты, да, такая готовишь? Да. Давай я накинула. Давай вот так. Видишь, как, какая молодец. Да, то есть, приготовление шурпы всем подвластно. То есть, помидорки режем, перед тем, как закислять, режем? Да, мы не будем закислять. Конечно, конечно, там вкусные запахи. А у нас еще осталось только картошечку бросить, которую мы не бросили. А ты говорил, перед картошкой какую-то траву еще закинем. Траву мы сейчас будем кидать именно после закисления. Базилик я сейчас нарежу. А, вместе с помидорами, да? Да, базилик мы бросим туда тоже. Ага. И где-то через час, через час, через час, бросим картошечку и добавим зелени. Жека, а по времени вот так? Снем. Жень, 4 часа. 4 часа варится, да, шурпа? Правильно, 4 часа. А, уже прошло 2 часа, как готовим. Осталось 2 часа. Да. Так, ты закисляешь. Закисляю, я сейчас базилик сразу же начикаю. И хорошо. Сейчас вот мы его возьмем, базилик. Вот он у нас чистенький, хорошенький такой базилик. Вот, друзья, мы видели рыбу на столе. Кота, Женя сказала, приготовленная. Сейчас Дмитрий процесс волшебства кулинарного производит. Вот оно, видели? Вот на что может человек бесконечно долго смотреть. Говорят, на горящий огонь, на текущую воду, на то, как работают другие люди. Я бы добавил на то, как жарится семга на углях. Ну-ка положи, пожалуйста. Можно так стоять, смотреть, смотреть. Особенно, когда рядом работают другие люди. Жень, надо что-то, наверное, бетонное подложить под низ, иначе хрен расколешь. Ну, ладно, закатывай. А что ты боишься на кирпичах? Смотрите. Сломают что-то. Семга жарится. Шурпа варится. Свинина приготовилась. Это даже перечень того, что можно приготовить. Курица и еще в медовом соусе филе индейки. Еще с ума сошел. Ну, неплохо под салатики. И курочка в лимончике. Курочка в лимончике. Точно. И свининка. Еще крылышки. Еще крылышки. Вот вы приехали с родней на природу, понимаете? Я на озеро ходил. Вон там озеро. Ну, в общем-то, лед еще не сошел. Там на середине лед. И у берега, конечно, вода прозрачная. Но пока это. Для рыбалки не камильфо. А ты почему? Ну, потому что еще такая вода. Холодная? Ну, в смысле, и лед то, что еще стоит. Часть рыбы пошла на нерест. На нересте нет клева. И потом на лодке как-то выплыть. Непонятно, куда плыть. На берегу рыбачить. Да и сейчас нерестовый запрет уже во все. Поэтому все сейчас условия для того, чтобы выезжать на природу и вот такие вот жарить. А озеро рыбное здесь, да? Очень рыбное. Здесь есть лещ очень хороший. Карась крупный. Но он какой-то единичный такой карась. Очень много щуки, окуня, плотвы. Ну, чебака по-нашему. Очень много. Рыбы полно. Рыбалка развита, да? Отлично рыбалка. А как Южный Урал? Да у нас много озер таких рыбных. Просто некоторые говорят, вот самый главный вопрос у рыболовов, ну, вот у любителей, это где клюет и какая рыба. В принципе, на Южном Урале можно отвечать смело про любое озеро и говорить, просто знать, какая рыба в этом озере водится, и говорить, вот в этом озере клюет. Так, а где у нас немецкая овчарка, пытающаяся стать щенок, пытающийся, а не пытающийся, стремящийся стать немецким. Он вон салфетку жует. Дом, дай-ка, я тебе. Вот все дети, да, все тащат в рот? И наш тоже туда же. Ну-ка, все. У вас дом приготовил? Нет? Дом? Нет? Смотрите, реагирует на слово нет. Нет? Вот. Вот свининку режут. Я ем. Ой, свининку режут. Я тоже все ем. Друзья мои, угадайте с двух, с трех раз. После курочки, филе индейки, что там еще было-то? Вот свининка. Потом ожидаю сиомгу и шурпу. Как вам? Ну, кусочек свининки. А, крылышки. Ну, наверное, свининку тоже надо отведать. Делюсь. Делюсь. Ничего такая вкусненькая. Вот делимся радостью. Красота. Ну что, друзья, давайте посмотрим на рыбку. Давайте. Вот она рыбка. Ты сначала сидеть. Давай, сидеть. Спрячь, спрячь. И Дум тут команды выполняет. С лежать. Нет, не так. С какой готовностью? Он плюхнулся-то, видели? Все, молодец. А что ты хочешь? Туалет. Ой, молодец. А вон туалет. И рыбка пошла. Давай, друзья, духом почвы. Духом. Сама культура, человек. Скажи, зачем туалет? Очередь, да, дом? Хорошо. Ну теперь... Нет. Ну теперь, друзья, настала очередь мне вкусить рыбки. До полноты ощущений. И я делюсь с вами этой радостью. Жаль, что видео не передает запахи и вкус. Но я вам об этом рассказываю. Ну что, дорогие друзья, 4 часа пролетели незаметно. И шурпа, это король блюда сегодняшнего вечера, готова. Сейчас подойдем к автору шурпы, к моему брату, к Евгению Алексеевичу. Жень, расскажи, пожалуйста, готово ли блюдо, а потом мы покажем ему. Во всей красе. Блюдо готово, оно настаивается. Как называется? Это шурпа. Шурпа! Это кислый суп. Короче говоря, смотрите, в шурпе, ну красивая, красивая, Жень. А вот эти вот перцы, Жень, они не будут сильно острые? Нет, мы их уберем. А, ну все равно не острые. Нет, это перцы острые. Ну мне вот, друзья, мне Женя давал уже мясо попробовать. Я вам доложу, что мясо впитывает в себя вот все вот эти вот овощи, да, вот там травы, приправы, за самое вкусное бульон. Бульон, да? Ребята, бульон, он просто, он был прозрачный, просто специи, немножечко его, так скажем, замутнили. Но мне вот нравится, чтобы она была такая, шурпа была пряная, не острая, а именно пряная. Женя делает разницу, видит, острая и пряная. А мне, честно говоря, без разницы. Острая шурпа. Острая, не каждый будет кушать острое. Вкусное. Не каждый, да? Ну, конечно. Нет, если ты захочешь, кстати, если у нас здесь есть любители острова, мы ему положим перчик. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот мы выехали на природу, мы с вами на Южном Урале, на озере Акакуль, на берегу этого озера, на базе. Приехали мы, родственниками, большой компании, веселые, шумные, как вы видите. И королем блюда из середины всех блюд, которых вы увидели, да, это множество было блюд, но король блюда сегодня это шурпа. Поэтому всем моим собратьям-рыбакам я советую, и вы сами видите, что великолепное, вернее, разнообразное множество блюд можно приготовить на природе, имея только костер, посуду, ну и соответствующие ингредиенты. То есть не обязательно кушать тушенку и гречку, и только на этом. Можно еще кушать для себя, подбирать очень много блюд. Поэтому, дорогие друзья, делюсь с вами радостью. Уважаемые подписчики и новые зрители, призываю вас подписаться на канал. С вами был Евгений Замятин. Встретимся на рыбалке. Нужна палка. Редактор субтитров А.Семкин